Какой благодарен котик, да, Ром? Какой котик, да? Какой котик сладкий, сладкий котик, сладкий, сладкий. Ритульчка не надо его целовать, он же уличный кот. Он пищить хочет, он пищить хочет. Зак, дедушку показать, давай ручку покажу тебе. Вон, смотри, видишь камеру, вон там, да, вот она, помаши деду, скажи, деда, привет! Деда, привет! Знаете, живя в деревне, а есть свои прести, есть свои урагана Семён на Утайр. Ураган Семён? Ну или Епифан, я не знаю, как. Епифан? Это то, что метель была вчера? Вот. Так вот, есть свои прелести, это нужно чистить, чистить снег. Там, если у тебя есть скот, за ним нужно следить. Вы знаете, физический труд. Вот. Хотя можно облегчить, и тут всю жизнь можно купить, знаете, эту, снегоуборочную машину, да? И всё. И всё, идиов-то. Ой, так солнце светит. Ой, солнце. Ярко так. Аж глаза открыть не могу. Так, тихо, не кусаемся. Тихо, не кусаем. Ай-яй-яй, ну-ну-ну. Ту-ту-ту. Рома. Не терроризируй сестру. Рома, не терроризируй сестру. М-м-м-м. Иди играй. Где сестренка у тебя? Где ритулька? М-м. Там. Вот, иди играй с ритулька. У вас 10 минут есть, и всё, и спать. Давай, скорее беги играть к сестренке. Липкий. Липкий, да-да? Липкий. Липкий, да-да? Липкий. Бежит за Денисом. Иди кот. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Что, о тебе говорят, да? О тебе. О тебе, да. Да. Всё, мы больше не увидимся с тобой. Да. Мы поехали с Денисом. Ой. Нечаянно пнула кота. Под ногами просто, а ведь что-то бегает тут. Ну, тихонечко, чуть-чуть там. Задело, можно сказать. Дети спать легли. А мы поехали, ну, так, погулять чуть-чуть. Поностальгировать, чтобы, может, поностальгировала. Потому что, неизвестно, папа же у нас уезжает в жизнь в другое село. Ближе к Барнаулу, там 50 километров. Покажем вам навесной мост. То есть, такой сегодня будет день. А папа, дома всё равно закрываешь? Да. Ну да, так. Максимально здесь уже почти собрали. Ну вот. Сегодня будем выезжать где-то в час ночи на машине. Сейчас мы поехали. Год делать. Вчера ходили в баню с тетей Леней. Что-то там ничего не стало снимать. Вот так. Тетя Лена. Стол, как всегда, на Баргане. Она очень вкусно готовит. И это. И что-то заболели. Дети заболели. Сильнее кашляться пристали. Мы чуть-чуть покашливали. У меня горло тоже. И что-то, знаете, такое общее недомогание. А ты как чувствуешься? Нормальный. Нормальный. Он вообще хоть бухонный. Мы тогда болели. Гриппом очень сильно переболели. Дети температура или под 40 у них было. У меня под 40. Мы все втроём. Вообще никакие были. Денис нас выхаживал. Отравился салатом. Да. А он просто отравился салатом. И потом его просто температура поднялась 37. И все. И на этом как бы, ну... На этом как бы и все. Он такой у нас. Меньше всех отдыхает и меньше всех болеет. Вообще иммунитет у него богатырский. Да? Тыр. 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 Тыр, тыр. Богатыр. Как у нашего Ромки. Тоже похожа. То тырит, то богатый, то богатыр. Да. Настальгировать едем. Настальжировать? Настальжировать? Нет, ностальгия. Ну, как бы гулять. Может, повспоминаем, как мы гуляли здесь. Как раньше, когда... Я не помню, в каком-то году летом приехали. А там у них поле футбольное. И там просто вокруг поля росла дикая конопля. Такие кусты вообще. Были вообще здоровы. А? Да, да. Фото, видео. Я такая среди этих конопли стою. Выше тебя. Выше меня ростом были, да. Но, правда, потом это все убрали. Сегодня 23 февраля, кстати. Поэтому все мужчины наши любимые, дорогие. Братья, папы, дяди. Нормально. Всех вас поздравляем с 23 февраля. Желаем вам здоровья. Крепкого. Эмоционально-психологического крепкого состояния. Это тоже очень важно. Ну, просто крепко вас обнимаем. Десны сшибаем. Вообще, что бы мы, женщины, делали без вас, мужчины. Поэтому берегите себя. Берегите себя. Для себя. Для своих жен. Для своих детей. Матерей. Сестер. Братья. Не то, чтобы стесняться. Я просто тут, блядь. Тут, там, хватит. Переезжают что-то. Вот мы уезжаем. А погода такая классная стала. Мы когда здесь были, здесь температура под минус 40 была. Представляете, как холодно. Я до сих пор руки не могу привести в порядок. Они все обветренные. Хорошо. Ну, а сейчас так. Погода, как назло, знаете, вообще распогодилась. Я надеюсь, мы когда прилетим в Пермь, там не будет холода. Потому что уже все, надоели эти холода в минус 40. Хочется все-таки тепла. Скоро весна. Весна, весна. Сейчас мы, друзья, с вами наблюдаем. Здесь у них футбольное вот поле. Вот вокруг вот этого вот белого забора. Вдоль той сетки все росла дикая конопля. Домик топится. Только я не знаю, что здесь раньше Денис рассказывал. Где-то из этих, что ли, была лыжня у них. На лыжах он занимался. А мы с вами, друзья, направляемся в сторону, наверное, снова моста. Я думаю, это совсем будет по-другому. Денис будет идти рядом, но он, как всегда, по телефону. Вообщем, я не люблю разговаривать по телефону, знаете, переписываться. Не очень вот люблю. А Денис, ой, его хлебом не кормил. Он даже после работы приходит домой. Он постоянно на телефоне. Это вот у меня есть подруга, Наташка Руйкова. Привет. Вот она тоже по телефону. Ой, как хорошо, эта погода классная. Вообще, конечно, хорошо здесь. Да, в принципе, везде хорошо. Хорошо там, где душе спокойно. Вот. Тоскливо, правда. Хоть это не мой край, да, не родной, но все равно какие-то есть флэшбеки, да, воспоминания о том, как я сюда вообще впервые приехала. Под каким впечатлением я тут была. От погоды кайфовала вообще. Тут же жара такая летом невыносимая. Ну, алтайцы, да, подтвердите же. Вообще нереально жарко здесь. Вот. Погода, конечно, супер. Ну и вот, подходим с вами до весна. Вот тут вот, кстати, вот он, навесной мост. Вот тут вот, получается, по этой дороге от моста идешь. И вот мы, вот где дорога, вот там вот. Ой, солнышко светит, там дорога. Там мы ходили, купались. Речка. Я не помню, как она называется. Надо будет у Дениса спросить. Она быстротечная, такая холодная. Там, может быть, знаете, плюс сорок, но такая холодная вообще. И она максимум там тебе по бедро. То есть вообще не глубокая. Но быстрая такая она вообще. Подходим к навесному мосту. Кстати, когда мы летом были, вы, наверное, помните, кто давно с вами его тут отремонтировали. Поменяли доски. Подтянули троса, если я не ошибаюсь. Ну, то есть как бы тут за ним так мало-мальски следят. Ну, по возможности, да, по бюджету. Потому что здесь тоже очень дорого стоит. Тем более это даже не город, а село. Видите, как качается? Это не я телефон качаю. Вот. Тут вон разъезжают на этих снегоходах, наверное. Давай, рассказывай, что это за здание. Я не знаю, здание. Вот это птичка, значит, есть там, просто живёт. Пойдём постучимся. Пойдём. Пойдём. Ну, давай. Лесник здесь живёт. Да какой лесник? Смотрящий за вот стадионом. А раньше Денис мне сказал, что здесь переодевались. Они играли в футбол и на лыжах катались. А где у вас... Нет, на лыжах-то вон. Вот то здание, да, было на лыжах? А там сейчас ещё что-то. Думаешь, до сих пор дети катаются здесь на лыжах? Да, конечно. Я думаю, да. А где тогда тропа лыжная? Лыжная тропа вот там. Она туда уходила, в лес. Ну, раньше была вот так, но по речке. Ага. Сейчас уже, наверное, делают по речке. Денис раньше в детстве катался на лыжах во дворе у себя без палок. Без палок. Без палок. Отобрали палки и катался на лыжах. Вот. И его родители говорили, что ж вы над ребёнком издеваетесь. Дайте ему палки. Дайте ему хоть палки. А ему просто самому не знаете. Самому, наверное, было интересно кататься без палок. Да. Палки-то у тебя были дома, нет? Да. Папа, кстати, у нас тоже любит кататься и на лыжах, и на коньках. Постоянно нам фото отправлял. Мы, кстати, в этом году приедем домой и тоже покатаемся на коньках. У нас же Красновишевский классный, закрытый ледовый. Ах, дворец. Хотел сказать дворец. Дворец? Ладно, здесь ходить надо. Резервы как-нибудь хочешь? Резервы куда? Примет? О, да. Было бы кому детей оставить. Они же болеют, недомогают. Ну что, куда мы сейчас? Не знаю, куда хочешь. А ты куда хочешь? Ну, пойдем машину там поставим в центре. Пойдем? Пойдем. Такой вот спорткомплекс, лидер, да? Ну, так-то такой нехиленький для села-то, да, построенный. Такой нормальный. Это общественная уборная. И вы были пойманы с поличным. Да? Ага. Да, мы видели. А что? Туда? Да. А я думала по аллее туда. А там не сможем пройти? Пойдем? Пойдем? Пойдем. Ну, да. На дискотеку пойдем? Ну, да. Да. Сегодня вон, смотри, сур... А, смотри. Сначала в 20 минут. Никто не забыт, ничто не забыто. Критиковскому району 80 лет. Когда дискотека? Я думаю, сегодня пятница, 23 февраля, состоится праздничный концерт с Днем Защитника Отечества. В 20 часов мы уже было, получается. Дискотека, начало... Начало в 20... Не 20 рублей стоит, а 50! Снимаем вырубку, да? Ага. Иду я. Поснимаю тут, правда, не очень почищено. Тут вот чистят аллеи. Конечно. 23 февраля, сегодня, мужской день. Светы, наверное, будут возлагать. Подвиг ваш переживет века. Красиво, да? Такая она золотая. Светы, как для села, такая вот аллея славы, тоже очень, очень хорошая. У нас даже в городе нет такого. У нас там есть памятник? Ну вот. Нету такой прям аллеи славы. А? Да? Вот они. Герой советского солдата Калашников. Герой Советского Союза. Шакунов Иван Тимофеевич. Чистят, убирают. Шух. Тула, перч, а тут что за балки. Минск, Тула, Керчь, Киев, Брест, Севастополь, Новороссийск, Одесса, Волгоград, Ленинград, Москва, священная земля, город героев. Журавли. Летит, летит по небу клину сталый, Летит в тумане на исходе дня, И в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Они до сей поры с времен тех дальний Летят и подают нам голоса. Не потому ли так часто и печально Мы замолкаем, глядя в небеса. Висел на дорожечку. Прямо снег упал, что ж такое-то, а? Пограничников всех поколений, граница священная и неприкосновенная. Воинам, гвардейцам, десантникам всех поколений, никто не забыт и кто кроме нас такой руль крутится. Пограничники, мальки и... Кого? 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 Кого ты хочешь купить здесь в аптечном пункте? Шкалик? Гематогенку. Гематогенку? Боярышник. Боярышник. Сколько нужно выпить боярышника, чтобы стать боярней? Сколько? Ты знаешь? Да. Здравница. Ну давай зайдем в здравницу. А мы где были? Не в здравницу, ну давай зайдем тоже что-нибудь посмотрим. А где ты где покупала? Вон там? Вон там. Зашли в здравницу, а там все. Сегодня же праздник, все закрыто. Там не здравница. Там не здравница. Точно, я вообще забыл. А кстати, мы выходки тоже хотели купить. Выходки? Точно закрыто. Пойдем там. Пройдем. Куда? В аптеку в ту. В ту. А, в ту. А аптеки-то в ту. В ту. В ту. Ага. Негероход. Да-да. Но это же не сникоходом называется. Это как-то по-другому, да? В ту. В ту. А, вот здесь вот. Да. Алия. Видно вам? Нет? Сейчас покажу. Алия. Агата Кристи. А! О! Сектор газа. А это что такое Идис? Тут что, тусовки проходят? Да нет, что это? Запчасти. Запчасти? Да. Фанат он, да? Хозяин? Да. Хозяин фанат? Тут что-то. Ага. Может он сам собрал? Это запчасти всякие. Он струн материалы. Видишь? Ага. Ага. Это просто этот. У него тот сначала могиленчик был. А потом он так развился и настолько преисполнил. Чтобы всё знать. Ага. Ему алия, да? Улага. Да тут раньше не было. Тут базар был. Ага. Угу. Вот это мы ведем и не делаем. Он всегда вот так. А сейчас не пройдёшь так. Почему? Ну что лучше ещё. Ага. Какими-то, потому что мы тропками ходим. Угу. 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 Угу, где он большой? Осторожно, сосульки. Угу. Рома, ты здесь ходи? Куда ходи? Ну, туда. На дискотеку. На дискотеку? А так? Ты был частым гостем на дискотеке? Вообще. Да? Не все были частыми гостем. Ааа, вон он начал. Ну раньше-то не 50 рублей стоило, это сейчас 50 рублей. Аптека. Приходим, а она закрыта. Крем для рук Алтай. Крем для рук. Жемчужина Алтай. У меня ручки такие сухие, высохшие. Закрыла? Ура! Ура! Ума! Папа! Паппи, футага фигурш. Ура! Девушка с чемоданом, вы куда пошли? На работу. На работу? А где у вас работа? Там. 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 Там-там-там. Красивый у собачки домик. Еще есть свет. Свет есть? Она не кусается. Не кусается. Пойдем погвать ее. Это кто пукнул только что? Я. Ты? Ты что, Ритка-пердушка что ли? Да. Ритка-пердушка. Мам, погвать собачку. Ну а вдруг она меня укусит? Вдруг укусит. Погвать ее. А если она меня укусит? Нет, она не укусит. А как ее зовут собачку? Да. И кафе. Кафе. Она кафе. Кафе? Кафе зовут ее, да? Да. Можешь ее погвать? Погвать. Да. Можешь ее погвать. Не хочешь, она сейчас... Уснет Уснет Можем ее калатку Угу Пока она уснет Мы сделаем пастик на нее Не ешь Тихо Нет. Нет, не ешь Нет, не ешь Нет, ешь, еь Пошли цена ну-ка давай денемся